В Тверском областном суде сегодня начали рассматривать резонансное дело об убийстве 9 человек в дачном кооперативе. Родственники жертв пришли посмотреть в глаза подсудимого, но никаких извинений от Сергея Егорова они не услышали. Мужчина решил хранить молчание. Отказался даже от дачи показаний в суде. Репортаж Андрея Ивлева. Сволочь, ты же приходил! Нет, ты же приходил, сволочь! Перед началом процесса у родственников жертв массового убийства сдают нервы. Многие из них впервые встретились в суде лицом к лицу с обвиняемым. 45-летний Сергей Егоров, убивший 9 человек, на скамье подсудимых хранит молчание, на вопросы у журналистов не отвечает. Сергей, вы сейчас видели родственников, что-то хотите им ответить? Попросить прощения, может быть? В суде Сергей Егоров свою вину не будет отрицать. Ранее он уже дал признательные показания. На этих кадрах обвиняемый через несколько часов после убийства спокойно наблюдает за тем, как из дома выносят тела жертв. Скажите, пожалуйста, они вас обидели, вы их расстреляли? Да. Эта кровавая бойня в дачном кооперативе 50-летия октября под Тверио произошла в начале июня. 45-летний электрик застрелил из охотничьего карабина 9 человек, 5 мужчин и 4 женщин, в том числе 92-летнюю хозяйку дома. Дочь погибшей еле сдерживает эмоции. Тварь! Всё, больше нет слов. Извините. Следователям удалось установить, что Егоров действительно взялся за оружие после обидных оскорблений в его адрес. Убийству предшествовал конфликт с компанией дачников. Ссора произошла после того, как они усомнились в том, что 45-летний мужчина служил в армии. Как показала экспертиза, электрик был действительно пьян, но при этом абсолютно вменяем. Полностью отдавал отчет своим действиям, в людей стрелял, как в тире. Обвиняемому Егорову была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым. На первое судебное заседание некоторые родственники жертв трагедии пришли с портретами своих близких. Просто безжалостно, по-зверски он их убил. Поэтому пускай у Егорова стоят глаза наших ребят. Они любили друг друга с детства. Какое наказание должен получить этот человек? А что изменит? Какое наказание? Ничто не изменит. Хоть что ему дадут? Хоть пожизненную, хоть казнью, хоть какую. Нам они живые нужны. Следствие утверждает, вина Сергея Егорова полностью доказана. Материалы уголовного дела насчитывают 14 томов. Впереди сложный процесс судебных разбирательств. Допрос свидетелей потерпевших. Каждый из родственников погибших намерен заявить иск о компенсации морального вреда. Давать показания в суде сам обвиняемый будет ближе к финалу процесса. Уже очевидно, ему грозит самое суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Андрей Явлев, Виталий Дуплич, Александр Шкитин. Вести. Дежурная часть. Дежурная часть. Дежурная часть.